В этом году летом в Сочи будет организовано 64 лагеря с дневным пребыванием, 45 лагерей труда и отдыха, два передвижных палаточных лагеря, многодневные туристические походы и однодневные маршруты. В целом почти для 17 тысяч школьников. Об организации летней оздоровительной кампании мэра Сочи Анатолия Пахомова рассказала заместитель главы города Ирина Романец. Практики у нас наработаны, это и площадка нашего двора, и другие спортивные мероприятия. Как вы понимаете, надо каждый год что-то добавлять, что-то интереснее. Как мы планируем провести эту работу в этом году? У нас 16 стационарных лагерей, которые работают, и в этом году они продолжат работу и принимают 4,5 тысячи детей одномоментно со всех территорий России. И мы, естественно, администрируем эту работу, и педагогические программы, и пребывание сюда детей организованных, и весь контроль санитарно-эпидемиологического режима, мы это все ведем. Для наших детей, Анатолий Николаевич, безусловно, в этом году у нас будет тысяча путевок от Министерства социального развития края. Тысяча из них 700 в летний период. Мы уже сейчас ведем учет потребности наших семей. Ежегодно детей в Сочи становится больше. Если взять школьников, то в 2016 году их было чуть больше 51 тысячи человек, в этом году 60 204 ребенка. Для тех, кто никуда летом не уедет, по-прежнему будут работать придомовые, вечерние, досуговые и спортивные площадки. Их, кстати, в этом году будет еще больше за счет новых недавно открытых парков и скверов. По статистике прошлого года на площадке нашего двора приходит более трех тысяч детей. Занимаются с ними аниматоры. В этом году они впервые пройдут тренинговую подготовку в лидерской школе вожатых, которая организовывает Всероссийский детский центр «Орленок». Уже подано 211 заявок. К слову, лето 2018 года пройдет под девизом «Твое лето, твой двор, твой Сочи». Елена Овсевс, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова